Браконьеров, занимающихся незаконным выловом рыбы, задержали сотрудники полиции. Накануне в Управление Министерства внутренних дел России поступило обращение. Звонивший рассказал о деятельности преступной группы в районе Вашуткиных озер. Чтобы проверить достоверность информации, оперативная группа вылетела на восток Нинецкого округа. Что обнаружили полицейские, узнаете в нашем сюжете. То, что к рыбной ловле браконьеры подготовились основательно, сотрудники полиции заметили еще на подлете. Лагерь разбили у озера Сиристо. В нем застали несколько человек из Москвы и Воркуты. Как выяснилось, среди них два организатора. На месте сотрудники полиции и представитель агропромышленного комплекса округа обследовали 8 бочек с рыбой разных пород. Общий объем вылова – более 200 килограмм рыбы сиговых пород. Это Чир, Сик и Хариус. Кроме того, в ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли у преступной группы 5100 незаконно хранившихся патронов нарезного оружия, а также незарегистрированное гладкоствольное ружье. В настоящее время отделом организации дознания у МВД России по Нинецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса незаконной добычи водных биологических ресурсов. Наказание за данное преступление – серьезное. Штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Принудительные работы или лишение свободы до двух лет. В отделении севрыбвода напоминают – рыбачить можно законно. В этом году к вылову в Нинецком округе предусмотрены полторы тонны семги и столько же сига. Каждый рыбак-любитель должен заключить оферту с севрыбводом и приобрести так называемую путевку. За 500 рублей одному человеку в течение суток позволено выловить одну семгу и от 8 до 10 килограмм сига в зависимости от места вылова. В отделении севрыбвода говорят – даже одна единица выловленная свыше установленных нормативов – это уже немалый ущерб для акватории. Это привычка людей. Ведь вот эти нарушения, они же, не знаю, это в мозгу, не правило должно быть. Человек сам должен руководствоваться, сколько останется, для кого мы оставляем. Потому что на сегодняшний день изымается колоссально, идёт промышленное изъятие семги, допустим, до сырки-печора. Она неконтролируемая, этот процесс неконтролируемый на сегодняшний день. И если будет так и дальше, по всей вероятности, стадо-печорка семги, оно будет потеряно. Просто будет уничтожено всё. Только за первую половину 2014 года возбуждено 9 уголовных дел и зарегистрировано 21 административное правонарушение за незаконную добычу водных биоресурсов. Екатерина Гончарова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.